Добрый день, меня зовут Андрей Колесников. Я хочу продолжить рассказ о книге Ювая Ной Харари «Homo Deus» «Человек божественный. Краткая история будущего». В первой части я рассказал о том, как Ной Харари видит бессмертие, счастье, о душе, о разуме, о сознании, о сотрудничестве, о значении мифов, о экономическом росте, о гуманизме. А сейчас я хочу продолжить рассказ о роли человека в будущем, о мире алгоритмов, об утрате индивидуальности, о сверхчеловеке, о новых религиях, датаизме от слова «дейта» – данные. Итак, начнем. Роли человека в будущем мире. В будущем мире перестанут рассматриваться в качестве рабочей силы люди, как в качестве рабочей и военной силы. Соответственно, они потеряют свою ценность в будущей политике и экономике. А войны будут вести дронами, роботами, управляемыми умными алгоритмами. А кибератака на инфраструктуру ВАГА причинит больше вреда, чем любая армия старого образца. Люди потеряют свою экономическую ценность, потому что интеллект определится от сознания. Со временем целый ряд профессий – шоферы, транспортные диспетчеры, финансовые брокеры, фармацевты, юристы, преподаватели, врачи – окажутся ненужными. Например, первостепенная задача врача – поставить правильный диагноз и назначить лечение. Живой врач способен обрабатывать ограниченное количество информации. Он отпевает, и у него мало времени, он устает мало времени на общение с больными. В отличие от врача из плоти и крови, искусственный интеллект никогда не стоит. Может работать 20-24 часа в сутки и способен быстро обрабатывать полную информацию об истории болезни больного, его генотипе, истории болезни, его родственников. Он может проанализировать всю имеющуюся в мире ежедневно обновляемую информацию о болезнях и способах их лечения. В результате компьютер быстро поставит точный диагноз и назначит самое оптимальное лечение. Более того, такой искусственный интеллект, наблюдая за давлением, активностью мозга, другими биометрическими данными своего пациента, сможет гораздо лучше, чем живой доктор, почувствовать настроение и состояние пациента, и разговаривать с ним на таких тонах и голосом, который лучше всего отвечает эмоциональному настрою пациента. Об алгоритмах. Человек – совокупность органических алгоритмов, отшлифованных естественным отбором на протяжении миллионов лет. Алгоритмические вычисления не зависят от материала, из которого сделан калькулятор. Поэтому нет основания думать, что неорганический алгоритм не сумеет достичь или даже превзойти уровень задач, выполняемых органических алгоритмов. Благодаря мощным вычислительным возможностям компьютеров, очень небольшое число сотрудников Uber управляет миллионами водителям. А в 2014 году искусственный интеллект по имени Витал стал членом Совета директоров Гонконгского фонда венчурного капитала, инвестирующей фирмы, занимающейся регенеративной медициной. Итак, остальные пять членов Совета директоров Витал участвуют в голосовании по всем инвестиционным решениям. Но откуда берутся эти мощные алгоритмы? Если изначально алгоритм являлся продуктом коллективных усилий команды программистов, то с появлением самообучающихся машин и искусственных неровных сетей алгоритмы будут развиваться независимо от человека, обучаясь на своих ошибках и совершенствуя свои способности. Они достигнут таких высот, что человеческий разум уже не сможет их постичь. Алгоритмы смогут сами стать собственниками. Об утрате индивидуальности. Человек в будущем утратит свою индивидуальность, поскольку всемирная сеть будет знать и понимать людей лучше, чем они понимают себя сами. И, соответственно, принимать за них все важные решения. Если мы предоставим Гуглу свободный доступ к информации, считываем с нашими биометрическими устройствами, к нашим историем болезням, сканам ДНК, то Гугл будет знать, что происходит с нашими банковскими счетами, какой у нас уровень сахара в крови, как часто мы занимаемся сексом. Но, конечно, он будет знать о нас больше, чем знаем мы сами. Нам нужно будет свыкнуться с мыслью, что человек более не является автономной сущностью, а представляет собой частичку огромной глобальной сети. Уже сейчас исследование показало, что алгоритм Фейсбука лучше разбирается в особенности личности и характера пользователя, чем их друзья, супруги и родители. В 21 веке личная информация является, пожалуй, самым дорогим ресурсом, который еще остался у человечества, а мы его добровольно отдаем гигантам интернета в обмен на видео с котиками. О сверхчеловеке. Человечество может оказаться разделенным на биологические касты. К элитной касте будет принадлежать сверхчеловеке, обладающий неслыханным здоровьем, долголетием, умом и творческими способностями, которые позволят им принимать все важнейшие решения в мире. И будет низшая касса, состоящая из всего остального человечества, находящегося в подчинении у алгоритмов и элит. Поскольку народные массы потеряют свою экономическую и политическую значимость, то элиты могут, например, решать, что не стоит тратить время и средства на медицинское обслуживание бедных и ненужных людей, а лучше продолжать заниматься усовершенствованием элит. О новой религии. На смену либерализму придет новая религия, которая объявит, что Вселенная состоит из потока данных, и ценность любого явления или сущности определяется вкладом в обработку данных. Харари называет ее датаизм. Датаизм, прочнее всего, связан с двумя дисциплинами – кибернетикой и биологией. Датаисты уверены, что любой организм – будь то жираф, помидор, человек – является инструментом обработки информации. И экономисты теперь воспринимают экономику как систему обработки данных. Политологи тоже все чаще смотрят на демократию и диктатуру как на конкурирующие механизмы сбора и анализа информации. Если рассматривать человечество как единую систему обработки информации, то результатом работы этой системы будет еще более эффективная система под названием «Интернет всех вещей». Основная заповедь датаизма – «Все должно быть связано со всем». Человеческие организмы, автомобили на улице и куры в курятнике, деревья в джунгли – все должны быть подсоединены к интернету всех вещей. Датаизм провозгласил истинно новую ценность – свободу информации. Свободный обмен информацией может, например, сократить вредные выбросы в атмосферу путем рационализации транспортной системы. Зачем человеку собственный автомобиль, когда, как правило, он им использует пару часов в сутки? Гораздо разумнее создать пул умных машин, управляемых органитмом, который будет подаваться в точно заданное время и место, и отвозить куда нужно. В этом случае пул из 50 машин сможет заменить миллиард частных автомобилей, соответственно, сократится потребность в дорогах, мостах, туннелях, парковочных местах. При этом, правда, придется отказаться от права на частную жизнь и постоянно сообщать алгоритму о своем местонахождении. Но людям нравится быть частью потока информации, потому что тогда человек чувствует принадлежность к чему-то великому. Датаизм провоедует, что каждое твое слово и действие является частью глобального потока информации. А алгоритмы за тобой наблюдают и заботятся о тебе. Какой смысл завершать поступки или проведать новый опыт, если об этом никто не знает? Датаизм верит, что у нас опыт ничего не значит, если им не поделиться с друзьями, кавычка, можно сказать, онлайн. Помещая комментарии, блоги и фотографии в интернет, мы обогащаем глобальную систему обработки информации. И в этом датаизм считает главная ценность человека. Датаизм заявляет, что человеческое воображение – это биохимический поток алгоритмов. Что произойдет с человеком, когда датаизм и интернет и всех вещей охватят весь мир? Роль человека будет сначала сведена до микросхемы, потом до битой информации, и в конце концов мы растворимся в поток информации, как комок земли в бушующем речном потоке. Иными словами, хомо сапиенс может исчезнуть, как исчезли до него другие животные, не выдерживая, естественно, отбора. В заключении Харари сумел логично и убедительно связать прошлое и настоящее человечество и подвести читателя границы с будущим. И вот здесь Харари позволит своему воображению разыграться, орицав разноплановые, нечеткие, иногда противоречивые, всегда нерадостные картины недалекого будущего. По мысли автора, человечество либо окажется во власти всемогущих алгоритмов, либо само растворится в потоке информации, став ее частицей, либо превратится в лишних людей, подталкиваемых к умиранию узкой элиты, состоящей из сверхчеловеков. При любом сценарии развития нашего будущего, Харари убежден, что генетики, биологи и кибернетики научатся со временем переписывать наши генетические коды, перенастраивать схему работы мозга, изменять биохимический баланс в организме, создавать искусственные органы и неорганический искусственный интеллект. Как только наука научится перестраивать человеческий разум и психику, знакомый нам Homo sapiens исчезнет и начнет новое бытие, понять и предугадать которое пока никому не дано. Наши потомки будут отличаться от нас настолько же, насколько человек разумно отличался от неандертальца. Но парадоксальный факт. Накопление и обработка информации происходит все быстрее, однако наше понимание общей картины мира и способность делать прогнозы только уменьшается. Поэтому Харари не пытается предсказать наше будущее, а приглашает подумать над сегодняшними тенденциями и обсудить варианты выбора, стоящие перед человечеством. Подписывайтесь на мое видео. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok